Традиционно в августе на Кубани пройдут военно-полевые сборы. Анапское районное казачье общество всегда занимало в них самые высокие места. Задача на этот год – удержать позиции лидера. И все возможности для этого есть. На казаках лежит и ответственность за безопасность во время Дня Знаний. Они совместно с правоохранительными органами будут следить за общественным порядком. Кроме того, именно казаки на постоянной основе обеспечивают охрану образовательных учреждений. У нас с вами буквально скоро будет первый совет безопасности наш городской, где мы максимально подводим итоги и что еще нужно донастроить для того, чтобы 1 сентября наши дети пошли самое главное в безопасные школы. Безопасность школ у нас казаки и казачество в целом. Они должны охранять, это важно, но не только охранять, они должны своим примером идеологически воспитывать. Еще одна тема – подготовка к 1 сентября. Сегодня в анапских школах уже открыто 124 казачьих класса. В этот День Знаний их станет еще больше. У нас в этом году рекордное число классов. Я не знаю, у нас в последние годы 10-12 мы открывали казачьих классов с первого года обучения. Но в этом году где-то 24 с первого года обучения. Это очень здорово, но это огромная ответственность, господа атаманы. Помимо этого на Совете Атаманов обсудили развитие системы казачьего образования, а также работу наставников по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.